Всем привет! Меня зовут Анастасия и вы на моем YouTube канале, который называется Настя Петелька. Добро пожаловать! Сегодня у меня 9 июля. Да, уже прошел ровно месяц со дня моей свадьбы. И сегодня я хочу записать такой влог, разговорник. Наверное, в течение одного дня и, скорее всего, я даже сегодня его и выложу, особо монтировать не буду. Просто хочу поговорить с вами, повязать. У меня здесь есть небольшой процесс. Хочу рассказать вам о своей вязальной боли и просто поболтать, высказать какие-то свои мысли, поделиться. Поэтому берите с собой процесс вязания, вышивку или еще что-нибудь, все что хотите. Чаек, кофеек, вкусняшки и поехали смотреть меня. Так, на самом деле мне хочется снять видео одним, одним видео, без монтажа, особо не редактировать. Потому что на самом деле мне очень сильно лень этим заниматься. Мне еще очень много чего предстоит отредактировать. Месяц назад, ровно месяц назад, 9 числа, у меня была свадьба. И мне еще со свадьбы предстоит кучу чего отредактировать, выложить. Мама у меня приезжала сюрпризом. Поэтому с мамой гуляли очень много и хочется, хочется на самом деле заняться этими процессами. Но все никак руки не доходят. Потому что то работа, то какие-то дела, то просто не хочется. А сегодня мне захотелось просто поболтать, снять такое видео длинное одно и выложить его сразу же, без особого редактирования. Надо учиться вообще на самом деле правильно разговаривать, не используя вот разные привычки, которые мешают тебе и которые приходится потом вырезать. Чаще всего я заметила за собой при редактировании, до этого я не замечала, что я использую слово «вот». От этого надо избавляться. Чуть опять не сказала это слово. Обойдемся без него. Постараемся, по крайней мере. Почему я вообще начала вести видео, обзоры, ютуб-канал? Как я вообще к этому пришла? До этого я выкладывала видео, может быть кто-то видел уже из вас, о том, как я пришла к вязанию. Теперь я хочу снять, немножко поговорить о этой теме. Почему я вообще начала снимать видеовлоги? На самом деле вот раньше я вела дневники, не знаю, может быть кто-то из вас тоже такое вел, куда ты записываешь, что у тебя происходило интересного, распечатываешь фотографии, прикрепляешь их, там какие-нибудь билеты, там откуда, ну там в кинотеатр ходили, например, музей, еще что-то. И ты как бы ведешь такой дневничок. На самом деле сейчас мне очень лень этим заниматься, но я всегда хочу максимально сохранить все воспоминания о своей жизни и в старости вспоминать об этом. Но мне очень лень сейчас этим всем заниматься, а сохранять памятные моменты очень хочется. Поэтому я решила, во-первых, для себя вести такой а-ля дневник в открытом доступе. То есть кто хочет, пусть смотрит меня. Может быть, для кого-то я расскажу что-то новое, интересное, полезное. Может быть, кто-то что-то подскажет мне, научит меня чему-то. В принципе, найти каких-то новых интересных людей, общения, людей, с которыми у вас общие интересы и так далее. Вот для этого я и начала вести свой YouTube канал. Это мое второе видео, которое посвящено вязанию. До этого я выкладывала в основном все о жизни. Но это еще далеко не все, что я выложила. Еще надо, я говорю, заняться этим делом. Но ничего, как-нибудь дойду. Сегодня я еще хотела рассказать, поделиться с вами своей вязальной болью. Это вообще просто слезы текут ручьем. Где-то в феврале, наверное, или январь, февраль, март. Февраль, где-то или март я заказывала с девочкой пряжу. Я заказывала себе 5 килограмм фотографий, если что, буду вставлять, если найду их. Но не факт. Потому что свои фотографии нужно скачивать с компьютера, так как в телефоне мало памяти. Неважно. Мы заказывали с ней 5 килограмм пряжи разной. Я заказывала себе в основном самые большие мотки. Я заказывала, это была голубая пряжа. Фирма, фирма Марго, по-моему, называется она. 15 мотков. Я заказала себе на зимнее платье. Платье я хотела такое... Оно идет как бы горло там небольшое, стоечка. Рукава длинные. Здесь резинка. Внизу резинка. И идет а-ля изображение... Не изображение, а как оно называется. Имитация спиц. Но на самом деле это вяжется крючком вдоль тела. Если я правильно сказала, если правильно выразилась. Если что, поправляйте меня. Вот. Опять это плохое слово. Я начала его вязать. Ну, вроде так посмотрела. Все моточки как бы одинаковые. Начала его вязать. Связала перед. Да, оно получалось как бы не супер идеально. Я понимала, что мое первое плечевое изделие не может быть идеальным. Но насколько я бы смогла выложиться, мне бы хотелось бы этого сделать. Ладно. Связала перед. Приступила к спинке. На перед у меня ушло где-то 4 мотка. На спинку я там вывязывала 4 мотка. Все вывязываю. Присоединяю новый моток и понимаю, что у них разница в цвете очень сильная. Я такая думаю, странно. Ну, думаю, ну ладно, может быть один моток еще такой попался. Окей, хорошо. Начинаю вязать другой моток. Разбираю все эти моточки в принципе. И понимаю, что часть светло-голубых, часть более темно-голубых. В принципе, в одной упаковке этого не заметно. Когда ты смотришь визуально, сравниваешь вот так моточки, их не заметно. Но в полотне это очень сильно бросается в глаза. Еще я вязала вечером, не сразу это заметила. Потом в нем смотрю и такая полоса прям. Что делать? А там нитка состояла, ну точно такая же, вот как я сейчас вяжу, из двух ниточек. Вот если посмотреть, вот она из двух ниточек состоит. Я два мотка этих разъединяла эти ниточки, ну вы понимаете, да, вот так разъединяла их и соединяла друг с другом, чтобы мне смешать, как меланж, нет, не меланж, как это называется. Ладно, неважно. Чтобы смешать эти цвета, чтобы был хотя бы плавный переход от темно... Так, извиняюсь, что у меня сменился кадр, как всегда закончилась память в телефоне. Так вот, я намучилась, я меняла эти моточки, делала так, чтобы это все более-менее смотрелось гармонично. Но мне ничего не помогло. И сейчас я покажу, что в итоге у меня вышло. Я довязала спинку и я разочаровалась очень сильно. Сейчас принесу и покажу. Так, вот такой у меня вышел перед. Платье оверсайз, видите рисунок идет резинка. Внизу, ну, как бы вот такая резиночка, все. Перед все хорошо, мне нравится, вроде как должно быть нормально. Никакой разницы в цвете нет. Я, правда, не понимала, как это будет. Ну, широк оно мне будет, нет. Но я думала, довяжу, тогда посмотрим. Все равно первое изделие. А вот спинка. Спинка, да? Ее сразу видно. Во-первых, вот эта полоса. Во-вторых, она почему-то получилась шире и длиннее. То есть, если сравнивать вот так их вместе. Ну, то есть, разница вообще очевидная. И в цвете, и в форме, и в принципе спинка какая-то вообще кривоватая. И я так подумала, что исправлять смысла нет. Потому что даже если я перевяжу спинку или перед, исправлю на какие-то другие нитки, да, то рукава-то все равно остается у меня, получается, перед он более светлый, спинка получается более темная. Вот, видно разницу. А рукава вот таким же цветом будут, более темным. А перед-то светлый. И что это за бред вообще получается? Плюс это все кривое. А мне хотелось на рукавах добавить еще вот эту ниточку с пайетками. Ну, такой тоже плавный переход хотелось сделать. Но, видать, не судьба. Либо мне нужно будет как-то понять, сколько мотков у меня более темных, сколько более светлых. И понять, ну, перешивать полностью. Перевязывать, точнее, просто в ноль. Все это распускать, переделывать. Поэтому, скорее всего, платье теперь у меня такое будет далеко не скоро. Ну, в принципе, все, что не делается, все к лучшему. Я понимаю, что, скорее всего, может быть и размер надо другой. Может быть, вообще тогда что-то другое сделала. Может быть, просто кофточку сделала. Но так обидно потраченного времени. Я одно вот это полотно сколько вязала. Сейчас июль месяц. Я вязала, ну, грубо говоря, с марта, да? И что я получила? Ладно. Ну, как бы. Это все опыт, понятное дело. Ну, хотелось, как бы, чтобы первое мое изделие, хоть как-то, но получилось. Даже если бы оно вот было кривое, если бы не разница в цвете, я бы его довязала. Но так как я понимаю, что очень сильная, вообще очень сильная разница в цвете, то смысла довязывать его нет. Потому что даже дома я его носить не смогу. Хотя, в принципе, как бы дома теплое платье, извязанное тобой вручную, как бы, ну, мне жалко. Хотелось бы просто вот красивое платье иметь, там, куда-то выходить, а не так, чтобы дома носить. Я его чуть ли не год вяжу, и чтобы дома носить, да? Ну, нет. Сейчас я начала вязать кардиган. Я уже связала спинку, одну полочку, вот сейчас вяжу другую полочку. Я не знаю, надеюсь, у меня получится. И тут я столкнулась с такой тоже системой. У меня было пять вот этих розовых моточков. Я перематываю, все, я связала спинку, я связала полочку. Я достаю новый моточек, чтобы связать другую полочку. Начинаю перематывать из мотка в клубок. И что я вижу? В одном мотке подсунули другой цвет. Просто посмотрите разницу. Я не знаю, может быть, на камере очень сильно плохо видно, но основной цвет, вот, из которого я вяжу, он более мягкий, более приглушенный. В составе есть шерсть, шерсть с акрилом. И здесь видно даже, что ворсинки такие. Этот же цвет, он яркий. Это совершенно другая нитка. Здесь, скорее всего, даже нет шерсти, потому что особо пушочков по сравнению с вот этой я не вижу. Ну и разница просто. Обалдеть какая. Я понимаю, если еще разные мотки, да, как бы партия разная, но чтобы в одном мотке подсунули вот другой совершенно цвет, это просто кошмар. Я вставлю, наверное, кусок видео, когда я нашла эту находку. Я просто была в шоке. Видишь эту разницу в цвете? Вот один цвет, внутри ярко-ярко розовый. Сейчас перематывала моточек. Ну, даже видно. Вот один моток. Перематываю. И внутри вот такой розовый. Сверху, вон, видно побледнее, внутри прям розовый-розовый. На камере, конечно, плохо видно. Вот, вот так даже получше видно подальше. Вот это подстава, конечно. Но и нитки. Я не знаю, буду надеяться, что мне 4,5 мотка хватит. А то, может быть, и еще найду сюрпризы в виде вот такого. Буду надеяться, что мне хватит на кардиган. Попробую. В принципе, этот процесс идет довольно-таки быстро. Посмотрим, что получится. Но обидно, обидно. Вот что из этого теперь я свяжу? Это никуда не денешь. Я даже сейчас специально взбешиваю, сколько это. 40 грамм. Это даже на шапку не хватит. Или носки. Только если смешивать с чем-то. Но сама ниточка довольно-таки толстая. Либо просто комбинировать. А скомбинировать как бы вот этот розовый, ну, как по мне, очень тяжело. Я не знаю. Ну, посмотрим, конечно. Уже, знаете, писать девушке, которая нам высылала пряжу, что-то там менять, я считаю, поздно. Потому что уже, во-первых, прошло очень много времени. И находку только сейчас я обнаружила. И плюс, как бы, ну, я уже использовала эту пряжу. И эту пряжу. И эту пряжу я извязала. Как бы, ну, менять что-либо уже поздно. Да, и как бы все уже. Будем пользоваться тем, что есть. Просто с вами делюсь этой болью. Это просто кошмар. И я не знаю, что с такой ситуацией делать. Если вы знаете, поделитесь, расскажите. Ну, я не могу. Мне так больно смотреть на вот эти куски платья, которые не осуществились. Кстати, да, у меня здесь невидимки. Я парикмахер. И мне очень удобно использовать различные вот эти средства для пометочек. Потому что покупала я вот такие марки тоже, да. Они ломаются за секунду. Просто вот ты один раз откроешь, один раз закроешь. Все. Ломается моментально. Все 100 или 200 штук у меня попереломались. И я нашла такой выход использовать невидимку. Очень удобно. Она как бы не выпадает. В то же время ее легко вытащить и засунуть. Все. 5 секунд. Не знаю, кто знал, не знал. Ну, вот такой лайфхак. Пользуюсь им я. Вот. О чем еще я хотела поговорить? Сегодня я поработала. Почему мне сегодня вообще захотелось поснимать видео? Потому что я работала, выезжала на съемки. Точнее, я работала там. Девушка вела съемки, свой контент. А я делала прически, укладки. Меня это вдохновило. Снова. Я уже давно, в принципе, хотела снять вот это видео. Приступить к своим влогам. Может быть, я буду выкладывать видео каждый день. Может быть, раз в неделю, раз в месяц. Как пойдет, как будет вдохновение, если честно. Потому что я не хочу привязываться к каким-то определенным датам, определенному времени. Потому что у меня жизнь кипит только так. Сегодня одно, завтра другое. Просто там, например, нет желания что-либо там снимать, выкладывать или редактировать. То есть мне, в принципе, нужно еще много чего отредактировать и выложить. Но до этого просто не доходят руки, потому что в телефоне мало памяти. Соответственно, все я скинула на компьютер, чтобы снять новое что-то. Это надо почистить опять телефон, скачать прошлое, так сказать, отредактировать, загрузить, удалить, скачать другое, опять отредактировать. И как-то все время думаю о том, что надо, 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 надо. Но нет вдохновения, если честно. Вот сегодня у меня есть вдохновение поболтать и поснимать вот такое разговорное видео. Вот такие пироги. Поэтому я делаю то, что мне хочется. Вот как-то так. Вообще сегодня у меня должен был быть выходной. Но так как съемка была сегодня у людей и меня попросили сделать укладки, поэтому я поехала и поработала. Вообще вот еще хотела поговорить на тему того, что не боюсь ли я снимать. И как вообще я к этому отношусь. Со многими я разговаривала по этому поводу и хочу выразить свое мнение. И также мне интересно послушать ваше мнение. Поделитесь со мной тоже. Обсудим эту тему. Поговорим насчет нее. По поводу того, что стесняюсь ли я камеры. Или боюсь, что меня сглазят. Через, да, через YouTube, через видео, через фото. Многие там, да, не выкладывают, чтобы их не сглазили. Раньше мне внушили это. Один парень мне внушил то, что не дай бог, никогда ничего не выкладывай, сглазят. Ну, я все равно выкладывала. У меня было желание поделиться с моими друзьями, с родственниками, да, чтобы они разделили мою радость. У меня и мысли не было о том, что кто-то может сглазить. Кому это надо. И сейчас я, в принципе, придерживаюсь этого мнения. Я даже больше этого мнения придерживаюсь, чем раньше. Что, да кому мы, в принципе, нужны? Это как в том приколе, да? Вы и так никому не нужны, а вы еще и стесняетесь. На самом деле же это так. То есть за вас может порадоваться ваш близкий человек, ваши родственники, друзья. Просто разделить вашу радость, послушать вас. Особенно, когда вы находитесь на каком-то расстоянии. У меня, все мои родственники, друзья находятся в Казахстане. Я нахожусь в Калининграде. И каждому высылать, например, вот, ну, например, вот у меня была свадьба, да? Там накопилось просто нереальное количество видео и фотографий. Неужели я буду каждому высылать по эти 100 штук там фотографии и видео? Мне гораздо проще сделать одно большое видео, скинуть на него ссылку, и пусть они смотрят. Кто захочет, посмотрит. Не захочет, не посмотрит. Это уже дело человека. Во-первых, я не засоряю память человека. Во-вторых, оно будет доступно тому, кто как бы перейдет по ссылке, да? Кто захочет в открытом доступе посмотреть, пожалуйста, смотрите. Мне не жалко. Я не думаю о том, что кто-то может действительно сглазить. Да даже если и захотят сглазить, ну, пускай. Это будет на их совести, не на моей. Я придерживаюсь того мнения, что моя жизнь, мои правила, чего хочу, того и творю. Как хочу, так и разговариваю. Кому нравится, тот останется со мной и будет дружить, общаться, смотреть, вникать, радоваться. И все на этом. Кто не захочет, закроет видео и пойдет смотреть других людей. Все. В первую очередь я веду для себя. Типа дневник, как я уже говорила раньше, да? И в то же время я делюсь чем-то новым с другими людьми. Я также люблю смотреть других вязальщиц, да в принципе других людей, кто как проводит время, кто чем занимается. Что-то новое для себя узнавать, не только там в плане вязания, в плане своей работы. Вообще в плане жизни. Это очень полезно, я считаю, слушать разных людей. Я очень люблю длинные видео, то есть где больше 30 минут хотя бы, 30-40 минут. Что-то делаешь, включил, смотришь. Я сейчас смотрю Великолепный Век. Кто тоже смотрит, напишите. Я его смотрю уже второй раз. Там серии по часу и где-то 100 штук. Мне нравится. И я даже сейчас задумываюсь о том, что что-то они очень быстро идут. Можно было бы помедленнее снять. Вообще на самом деле это осознание еще пришло после книги без суеты. Советую к прочтению. Очень хорошая книга. Она больше как история. Но даже если задуматься по поводу этой темы, да, почитать, поинтересоваться, посмотреть видео, то многое поменяется в вашей голове о том, что действительно мир сейчас очень суетлив. И, кстати, вязать я начала тоже после этой книги. Мне захотелось какого-то медленного процесса. Мне надоела эта бесконечная суета, работа, дом, работа, дом, магазин, готовка, уборка, ну там тренировки, например, все. И ты вот это вот быстрее, быстрее, все делаешь, быстрее, быстрее, куда-то торопишься. А куда мы торопимся? Куда мы торопимся? В могилу? Ну, с мамой у нас тоже возник разговор, да. Ой, как можно смотреть видео часовое, да, там, ну, насчет свадьбы? Я говорю, а как можно смотреть 150 коротких видео, например, в том же самом ТикТоке, в Инстаграме, в ленте, да, вот этой Рилсы, в Ютубе, шортсы? Или же ты отправляешь, да, сама вот эти миллион пятьсот коротких видео, а они по 15, по 10 секунд. Ты думаешь, что ты быстрее гораздо посмотришь их, нежели ты, там, посмотришь часовую версию одного видео. Ведь это видео не обязательно, вот, что ты сел и час смотришь. Ты можешь разделить, ну, там, что-то делать и параллельно смотреть и слушать. Даже совмещать можно, да. Можно смотреть, поставить на стоп, завтра продолжить смотреть это видео. Почему бы нет? Мне, например, такие стали больше нравиться видео. Это всё у меня тоже пришло после этой книги. Осознание того, что надо замедляться, надо жить и находиться здесь и сейчас. Это действительно важно. Важно осознание сегодняшнего дня. Что ты сделал за сегодня? Где ты остановился и посмотрел на природу? Попил кофеёк вкусный, да? Хорошо поговорил с человеком и так далее. А не жить в мысли, например, поскорее бы всё, этот день прошёл, поскорее бы вечер, там, лечь спать, отдохнуть и так далее. Да, я очень часто, например, устаю, мне тоже там хочется поскорее прийти домой и отдохнуть. Но даже в эти минуты я понимаю, я нахожусь здесь и сейчас. Насладись этим моментом. Не успеешь оглянуться, уже наступит старость. Я уже сейчас представляю и вижу то, как я в старости сижу и смотрю вот эти сегодняшние видео. Когда-нибудь это будет, это наступит. И я буду в этой старости сидеть и думать, обалдеть, как же прошло время быстро. Только вчера я снимала это видео, а сегодня я уже старая, сижу, смотрю это видео. Ну да, время быстро летит. И надо успеть насладиться всеми этими моментами. Лето пролетит вот так. Всё пролетит вот так. Я только недавно прилетела в Калининград, а уже в августе будет два года, как я здесь. Уже месяц прошёл с моей свадьбы. Мне, в принципе, уже 23. Я в шоке. Я помню историю, когда я ехала в автобусе и понимала, что вот, скоро мне 18 лет, потом 20, потом 30. Обалдеть, мне уже скоро 30. Я такая старая. Я рассказывала об этом маме, что я даже прослезилась на тот момент. Она такая, еще так далеко до 20 лет. Вот, вот итог. Мне уже 23. Уже в этом году будет 24. Не за горами 25. Поэтому осознание того, что время летит быстро и надо насладиться каждым моментом, пришло ко мне сейчас. До этого я очень сильно суетилась, я переживала. Ну и сейчас я тоже, конечно, переживаю, но гораздо-гораздо меньше. Поэтому я советую к прочтению именно эту книгу. Может быть, кто-то читал её. Расскажите, поделитесь, как вы вообще к этому относитесь. Не обязательно, что замедляться и быть улиткой и делать всё супер медленно. В этой книге говорится о том, что каждый должен жить в своем темпе. Не надо никого подгонять. Я так не люблю, когда меня подгоняют. Никогда это, в принципе, не любила. И сейчас особенно, когда тебя торопят. Например, даже вот взять элементарные ситуации. Ты стоишь и закидываешь деньги в банкомат. Тебе в очередь, тебе в спину дышит очередь, суетясь. Вот быстрее, быстрее. Вот когда она там закинет эти деньги, стоят, и ты начинаешь нервничать, суетиться. Хотя, если так подумать, куда вы торопитесь? Ну куда? Я понимаю, если там один, два человека, да? Ну не вся толпа. Уж одну-две минуты подождать можно. Ничего страшного не случится. В этом нет ничего, прям я не знаю, такого, что можно было бы, ну как-то оскорблять людей, там, да, торопить, материть. Зачем? Поэтому я пресекаю сейчас эти моменты и начинаю сама себя успокаивать. Такая, вдохнула, все нормально. Даже если я вижу, что меня кто-то подгоняет, там, даже, да, там, в плане работы, вот, мне надо быстрее, быстрее. Я как бы успокаиваюсь. Я говорю, я постараюсь сделать максимально побыстрее, но при этом без суеты. И сейчас у меня, например, обычная укладка занимает 20-30 минут. Хотя я вообще не тороплюсь. И многие удивляются, как так? А почему так быстро? Я говорю, ну, вы сами видели, я никуда не торопилась. Я делала все то же самое, как и всегда. Даже очень медленно, так сказать. А время бац, и прошло всего лишь там ничего. Но если бы я суетилась, например, как раньше, да, паниковала, вот это вот дергалась бы, у меня бы падали инструменты, я бы там дергала волосы и все в таком духе. Об этом и говорится. Внутреннее состояние должно быть без суеты. Вы должны понимать и осознавать, что, а куда торопиться? Все успеем, все. Если, в принципе, правильно выстраивать свой график, да, где-то заранее запасом брать время, то и суетиться не надо. Конечно, да, бывают ситуации, когда вот прям времени впритык и надо поднажать. Включаем пятую скорость и делаем, но так же со спокойствием. Вот. Так же, как с платьем, да, вот я поняла, что я так долго его вязала, можно было бы, да, психануть, быстро все это сесть, распустить, начать перевязывать, что-то там думать, ломать мозги. Я это просто пока оставила как есть. Пусть оно лежит месяц, два, не важно. Может быть, я завтра его распущу, мне придет в голову какая-то идея новая, и я переделаю. Почему бы нет? Как у меня будет на это вдохновение. Так же с этими фотографиями, да. Это для меня надо. Это кому-то, ну вот если быть откровенными, да, каждый думает о себе. Ну да, как бы посмотрели, все, ладно, хорошо. Но никто же не сидит и не ждет там 24 на 7, когда же Настя выставит фотографии и видео. Я вот жду не дождусь, какая плохая Настя вот не выставляет уже там целый месяц. Это никому не надо, это надо мне. Я захочу, я могу через год выставить, да. Так же, как с платьем. Платье нужно мне, не кому-то. Поэтому, ну пусть лежит. Вот появится у меня время, вдохновение. Я захочу, я его переделаю тоже там, да, не сразу. Но когда-нибудь мне бы хотелось, например, связать себе такое платье, как я себе задумала. С пайетками, да, там с плавным переходом на рукавах. Все, чтобы вот такой рисунок был, чтобы оно сидело мне по фигуре красиво. Когда-нибудь это будет, и я это сделаю. Под старость лет, наверное. Вот. Такие вот мысли. Часто использую опять. Вот, ну ладно, ничего страшного. Я не хочу обрезать это видео никак. Может быть, какие-то там только моменты пару. Уберу и все. Сегодня у меня вот такое желание. Мне хочется максимально просто записать это видео и выложить, поделиться. В принципе, мне хочется начать вести влоги, ну, каждый день. Если есть, да, какой-то контент, чтобы снимать. Чаще всего это, конечно, работа. Не всегда интересная. То есть, не буду я, например, снимать. Вот, смотрите, я стригу мужчину на лысо. Нет, такого я как бы не хочу делать. Ну, если есть что-то интересное, чем бы мне хотелось поделиться, да. Чаще всего это в плане вязания или какие-то прогулки, события. Просто свои мысли для самой же себя, опять же. Но, может быть, и найдутся люди, которые меня выслушают, поддержат, напишут что-то в ответ. Какие-то свои мысли. Мне будет очень интересно почитать, ответить, услышать ваше мнение. Вот правда. Может быть, и найдутся такие люди. Поэтому я буду выкладывать видео по ситуации. Кто хочет, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. По вашему желанию. Я никого не заставляю, не принуждаю. Это все лично ваше. Я, на самом деле, еще хотела рассказать о том, что я снимала видео о своих готовых работах. Вяжу я практически год. Кто не смотрел видео о моем вязании, как я к этому пришла, можете посмотреть. Я постараюсь прикрепить в инфобоксе, если это правильно называется. Я вообще еще как бы не ютубер. Я там делилась, но, честно говоря, мне не особо нравится видео. Скорее всего, я буду снимать новое. И добавлять какие-то вставки из того видео. Потому что некоторые вещи я уже отправила в подарки. Поэтому, ну, когда-нибудь я тоже сниму видео о своих готовых работах. А так, в дальнейшем, мне бы хотелось, например, каждый месяц подводить итоги и снимать о своих готовых работах. Но так как я далеко не профессионал, я вяжу всего лишь год. И я вяжу очень медленно, в зависимости от моего времени. Как у меня время появляется, так я вот и вяжу. Поэтому буду продвигать процессы по мере их происхождения. Вот так. На этом я, пожалуй, буду заканчивать видео. Потому что у меня уже садится телефон и нет памяти. Пора менять телефон. Все. Желаю вам хороших, ровных петель. Нормальных процессов. Если вы не вяжете, а делаете что-то другое. Чтобы у вас все хорошо получалось с первого раза. А не как у меня. Я думаю, я не одна такая. Жду ваших лайков, комментариев взаимных, ваших мыслей. Очень будет интересно почитать, узнать ваше мнение. На этом все. Всем пока. До новых встреч.